доброе утро планеты земля сейчас прочитала ваши комментарии простите пожалуйста я вам раскрою тайну моего мужчины нет жилья он не работает он альфонс у него 10 детей и все они будут жить тут и всех я буду на немецкие пособия поднимать вот у меня истерика у меня слезы градом не конечно я уже привыкла к таким комментариям не насчет пособие это я уже добавила потому что я же живу на пособие из германии как бы вот и детские получаю и алименты с германии получаю короче по полной программе мне вот так вот германия только отстегивает а я тут как бы живу хоромах и радуюсь жизни а youtube это так чтобы посмеяться с вами вместе и продлить мою счастливую жизнь так чем мы сегодня будем заниматься суп я сварила уже вчера надо его кстати отнести на первый этаж потому что там в пристройке очень холодно и это вместо холодильника холодильник у меня будет позже не знаю когда может на выходных привезем холодильник потому что маленький один как бы на семью потом нас уже будет 12 детей конечно не хватит поэтому надо второй холодильник обязательно поставить вот ну и конечно же ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии этим вы меня продвигайте мне помогаете мне же надо как-то воспитывать 12 детей вот жальтесь над мамой одиночкой потому что наверняка он меня вместе с ними всеми бросит я буду их потом в одиночку воспитывать ой не могу вот это рассмешили прям реально рассмешили так а еще так как я уже сварила я занесла раз два три четыре пять шесть шесть картонок коробок как сказать то коробки из картонки мне надо их всех распаковать и я вас возьму наверное с собой будем вместе распаковывать там от всяких коробочек которые там всякие изделия делали сара сканом еще в садике я это все не выкидываю в коробочке собираю прям не знаю но я такой человек жалко как-то все выкидывать потом свечи как с которым мы крестили дети я крестила детей вот а кстати для всех кто не знает когда я развелась с моим моим мужем не официально а разошлась это был конец августа двух тысячи двадцать первого года сентябрь октябрь ноябрь декабрь это полтора года тому назад я считаю что через полтора года я имею право на новую жизнь а всем кто завидует завидуйте молча вот так все ладно а я еще кстати не завтракала я что-нибудь позавтракаю сейчас быстренько а потом к вам опять включусь и будем уже делать распаковочку что же я с собой привезла с германией так ну что погнали а теперь меня плохо видно правильно вот как снять меня и вещи которые я распаковываю наверное буду снимать мой голос и вещи соответственно что это такое так ой что это у нас стоит витрина нет чуть чуть я выше вас подумал сейчас так наверное открываем я если честно сама уже не помню что там потому что ну реально уже давно запаковывала ого класс смотрите это нам пригодится это игры сто пятьдесят штук а то нам всегда вечерами очень скучно теперь этого не будет так дальше ой закрыто тут что а это хрусталь сколько процентов там двадцать четыре процента Да, это ещё СССРские. Короче, я не знаю, кто же. Наверное, мне мама их, как сказать, подарила на память. Только вот куда мне их поставить, я теперь не знаю. Наверное, я их поставлю вон туда, в ту стеночку, потому что мне реально... У меня нет витрины, поэтому и не знаю, куда их ставить. Так, дальше у меня есть альбом. Я начинала писать этот альбом для Сарочки, но я его, ну, как сказать, не до конца. Так, совсем чуть-чуть. Тут у меня ещё тут браслетик я приклеила. Стоит Зара Р, потому что у меня фамилия была Рихтер, и она была сперва записана на меня. А сейчас я вам покажу меня. А вот я. Вот. Вот такая я кнопочка была. Красавица. Так, ну, короче, много я не заполняла. К сожалению, моя вина, но я, как сказать, была молодая, глупая. Три немецкие книги я запаковала для детей. Не спрашивайте, почему, но, может быть, когда-нибудь, чтобы не забыть немецкий язык, буду давать Кану, чтобы он, как бы, читал, потому что чем больше знаешь, тем лучше живёшь. Так, дальше. О-о-о! Тут что-то интересное. И этого очень много, бобра. О-о-о, смотрите! Всё! Теперь у меня, наконец-то, будет моя каруселька. Моя каруселька с приправами. Так. Ладно. Начинаем распаковывать. Ой, смотрите, всякие мои любимые декоративные штучки. Это для молока, кстати, нас полуставить. Вот такой у меня есть наборчик. Такие маленькие-маленькие кружечки. Мне очень такое нравится. Чайничек такой вот. Всё фарфоровое. Ну, конечно, я из этого чая не пью. Надо мне всё это сейчас тщательно помыть. И поставить как украшение куда-нибудь. Ну, найду, короче, место. Ещё у меня есть вот такие блюдечки. Вот. Вот такие. И вот такие. Сахарница. Вот к этому. И четыре вот такие тарелочки. Так. Теперь у меня карусельки тут не было. В упаковочке. Где-то она в другом месте. Ладно. Пускай пока постоят. Так. Тут у меня альбом. Ну, короче, чтобы всякие поделки делать для детей. Линейка. Так как я раньше работала дизайнером, у меня специальная линейка. Такая вот, как сказать, трёхугольная, что ли. Тут сантиметры, миллиметры, дециметры. Короче, я раньше сама, как сказать, делала скицы, не рисовала, а чертила кухни. Вот. Поэтому у меня ещё это всё осталось. А это что? О! Паста для дерева. Как раз у меня тут в пару местах разошёлся ламинат. Вон, паста пригодится. Ой, ой, у меня всякие тут просыпались. Вон, глазки. Короче, всякие поделки. Точно будет чем заняться на выходных с детишками. Свечи. Класс. Да, этому они обрадуются. Точно. Точно говорю. Точно не вру. О, как классно. Ну, всё. Так, а я тебе... Это надо сразу нам убрать в шкаф. А тут что? О, тут всякие красивые. Ну, всё. Альбом. О, кисточки. Кисточки. Потому что я раньше очень любила рисовать. Рисовала я на стенах. Разукрашивала. Там цветы рисовала. Вместо... Ну, как вместо обои. Поэтому, видите, одна кисточка у меня прям белая. Они мне пригодятся. Они мне пригодятся. Это точно. Потому что в скором я опять буду разукрашивать стены. Вот. Поэтому мне это очень пригодится. Так. Так. Продолжение следует...